друзья всем привет сегодня у меня рубрика ответов на вопросы которые вы мне присылаете в инстаграм или на другие мессенджеры и вопрос касался по по поводу принтов как я к ним отношусь планирую ли я работать с сервисом print full и или если у меня опыт именно с принтами пока у меня на этом этапе опыта нет поскольку я понимаю что этот нужно сделать много подготовительной работы чтобы запустить при ты здесь татьяна спрашивала насчет того что у нее продажи на эти пока всего две продажи и она бы хотела естественно их увеличить и попробовать для раскрутки и добавлять принты и как я к этому отношусь поскольку я знаю практика показывает что многие магазины а совмещают и основные картины которые у них в более дорогом сегменте например на небольшие форматы да и принты чтобы повышать постоянно трафик своим магазинам это принципе работающая схема но также надо учитывать что если у вас пока на данном этапе всего две продажи на эти то собирая постоянно принты туда и если вы работаете очень медленно созданием картин это может привести к тому что он алгоритм стоит продавать у вас только принты но не будет видеть оригинальной работы это тоже нужно учитывать и также следует понимать какие принты вы хотите предлагать вы хотите предлагать 5 по уже проданным работам или по тем работам с которым например не хотите расставаться или же вы хотите просто например делать различные размеры на небольшие работы либо наоборот на крупные и позволять их уменьшать до размеров постеров до размеров каких-то небольших типа открыток до чтобы предлагать людям различный товар про то как важно вот этот создавлять линейку товаров мы уже говорили в одном из видео про потребителей покупателей но стоит понимать если вы собираетесь работать с плитами нужно продумать всю схему поскольку здесь вам нужно будет либо самостоятельно это сканировать ваши работы и здесь нужно владение фотошопом чтобы довести уже до финала ту работу чтобы она была подготовлена к печати потому что когда вы пойдете в полиграфию вам скажут непосредственно какие у них требования да и эти требования это не просто наша фотография который у нас имеет 72 дп и нам нужно минимум 300 для хорошего качества печати и это будет различные цветопробы ваших принтов правильно чтобы оригинальный цвет картины совпадал с тем что выводит принтер уже в полиграфии и много вот этих нюансов которые необходимо изучать необходимо знать потому что вот просто так вот если захотелось и сделать сразу хорошо вряд ли получится потому что это процесс трудоемкий особенно вот эти все цветопробы печати я сколько вижу те художники которые продают принтере календари вот очень много вот этот должны предварительных процессов выполнить конечно есть сервисы типа print full которые ты можешь подключить непосредственно к магазину эти и тогда уже этот сервис у него есть в разных городах европы и америке свои филиалы и тогда покупатель в зависимости от его местоположения может получать быстро свой товар свой print который печатает вот эта сторонняя компания но опять здесь нужно чтобы файл был хорошо подготовлен другой вопрос готовы ли вы сами сначала сделать заказ этих принтов непосредственно у этой компании потому что нужно будет понимать в каком качестве вы предлагаете товар потому что иначе вы не можете быть уверены что вашим покупателям придет принт именно в хорошем качестве а не какая-то какашка которую будет стыдно повесить на стену и тем более брать за нее деньги а деньги вы будете брать и сервис тоже будет брать деньги потому что у них есть комиссии и прочие вот эти моменты стоит ли идти в полиграфию сканировать свои работы или же покупать сканер сканеры тут опять я пока еще вот не знаю насчет этого вопроса да что выгоднее здесь надо посчитать ваш бюджет потому что минимальный сканер он так называют надо искать сканеры которые fine arts то есть для искусства минимальная стоимость бу сканера я находила подходящего 3000 гривен это 100 долларов примерно до больше даже 100 там 120 примерно вот и получается смотреть своей стране естественно стоимость этих сканеров потому что без этого дела вы не сможете ничего нормально подготовить я также знаю что некоторые художники например арина в инстаграме у нее профиль сейчас вы не забыла она мне рассказывала что она делает фотографии фотографии своих картин и она и делает на хороший и плоский телефон и поэтому пока что она довольна качеством того что она несет в печать ну вероятно доработку ее фотографии до которой она сделала диджитал файлов уже возможно делается непосредственно в полиграфии но опять же это нужно идти и договариваться и обговаривать чтобы видеть результат если вы найдете этот процесс конечно будет налажен и вы сможете делать печати и на примерах на холстах да и на просто бумаги делать же клепки и разного плана вот эти моменты если смотреть из знакомых крупных магазинов на эти кажется татьяна фамилию сейчас не вспомню мы в одном из видео и ее обсуждали как успешный магазин у нее на ю тубе она показывала что она продает как принты так и оригиналы в принципе оригиналы у нее были примерно скажем так 25 на 35 предположим да они в пределах у него 46 долларов были она потому что продают из европы у них там недорогая очень доставка и в принципе стоимость материалов если мы сравниваем например даже по украине по российской и все так же самое получается стоимость материалов дороже ну и доставка соответственно тоже и поэтому у нее как бы есть и оригиналы недорогие и принты тоже на протеют недорогие но упаковывает она сама и по моему печатает тоже насчет вот стоит как это работать с посредником или самим это тоже стоит об этом подумать я пока еще не посчитала я планирую получить консультацию я иду на стратегию у анны миклашевич и это будет скорее всего в январе уже и дальше здесь здесь буду уже думать как раз про то стоит запускать на эти скажем так сама при ты или в другие там магазины да и это через нас игра скажем предлагать вот или пока с этим подождать и заняться другими более важными вопросами по продвижению себя по разработке вот этой стратегии того чем заниматься на год на месяц и планирование в этом плане поэтому принты стоит рассматривать и изучать эту тему и принципе у анны тоже есть отдельно можно получить консультацию по принтам она кажется ведет у нее курс чтобы можно было каждый художник подготовил но она так и говорила что необходимы вот эти fine arts не либо сканеры либо принтеры а либо соответственно идти куда-то где это могут широкоформатную печать сделать да и сканирование я например пока поискала в городе широкоформатную сканирование по моему я даже не нашла возможно в парочке полиграфий надо уточнить либо в рекламное агентство идти которые вот эти огромные для баннеров печатают правильно то есть вот эти вопросы вы узнавайте если хотите работать с принтами потому что это все будет укладываться определенный бюджет и вам нужно понимать потяните ли вы его или нет или это эти энергии затраты слишком большие также самое надо посмотреть стоимость вот этих в принт-фуле чтобы понимать сколько берет комиссию этот сервис сколько накладывается доставка какой вам этот процент нужно прибавлять к финальной стоимости товара на эти и какие размеры вы можете там предложить по тем блогерам которых я смотрела например у этой юлия юлия художник у неё канал она рассказывала что продает и оригиналы и принты и как раз по ней вот мне пришла татьяна чтобы спросить вопрос по поводу придав но юлия продает из германии и у нее я так понимаю что особенно по европе и по сша достаточно будет тоже для этого сервиса с которым она работает недорогая доставка и прочие моменты возможно и поэтому более удобно и даже заказать себе не сказать что цветопробы а оригиналы до работ которые придав точнее парочку экземпляров они туда быстро придут можно оценить качество и в ее магазине я вижу так и принты и оригиналы но стоит учитывать что например у нее концепция ее картина в принципе не совсем большие до такого среднего формата и принты она продает в двух-трех размерах также я видела такой же подход у анны миклашевич на ее данном случае уже крупные работы на холстах есть различные товары в том числе чехлы кажется для телефонов и кажется косметички если неправильно правильно поняла которая на реализует тоже когда пунктами товар который можно торговать и это тоже немного разные подходы потому что например если сканировать небольшую работу которая сканировать широкоформатные умещается до полом до а 1 я не знаю сейчас смотрю сколько сантиметрах формат формата 1 сантиметрах это примерно 60 на 80 чем-то да поэтому если у вас например вы рисуете хотите рисовать крупные работы для больших там онлайн галерей и делать с них принты здесь будет сканирование либо вот только в полиграфии либо на своем сканере и потом составление из кусочков в целую картину именно это тоже надо уметь и работать с фотошопом и либо другой программой да и понимать как это все работает поэтому в заключение могу сказать что тему придав я буду разбирать у меня и знакомых есть кто с работой с принтами и в целом да это может быть хорошая хороший товар для того чтобы держать постоянно активным ваш эти магазин но стоит понимать если вы пока на начальном этапе медленно рисуете это первое если у вас небольшое количество товаров в магазине это тоже да такой фактор что отсканируете вы текущие работы которые продаете или которые у вас есть и что вам выгоднее продавать оригинал и развивать алгоритм для вашего эти под оригиналы или продавать принты даже если вы рисуете не вот не быстро вот эти моменты стоит почитать потому что может быть невыгодно как по опытам некоторых художников из клуба показывает что у них не зашли точно digital файлы точно они не соотносятся никак с оригиналами но принты более-менее можно раскрутить но чаще всего в как это сказать в ущерб оригиналом потому что если пока продаж немного и вы считаете что дело только в том что вас плохо находят то есть вы еще под не подключали рекламу вы не уверены что у вас правильно составлена вот эта вся карта продвижения да то есть хэштеги там вот эти описания все эти моменты которые тоже влияют на видимость магазина возможно стоит сначала убедиться что вы точно знаете как правильно все это составлять для эти все вот эти моменты по заголовкам по ключам по описанию и только потом тогда уже подключать плиты потому что может получиться так вы начнете заливать туда постоянно товар но имея неправильные неправильный подход к описанию праве заголовка вы прочие моменты вам будет сложнее продвигать эти товары потому что в целом нарушена технология чтобы его хорошо распознавала система вот этот момент тоже стоит учитывать и разобраться сначала в магазине чтобы быть полностью уверенным что он сделан все верно и тогда уже какие-то дополнительные товары там можно подключать вот я думаю ответила на этот вопрос поэтому если у вас остаются вопросы вы можете написать под этим видео можете мне направить в инстаграм обычно под видео можно найти все мои контакты или задавать в telegram на электронной почту тема будет удобно всем спасибо и всем до новых встреч пока